Дефицит доллара в Таджикистане Таджикские банки наживаются на денежных переводах мигрантов Спецназ ФСБ убил двоих уроженцев Таджикистана В эти дни в Таджикистане наблюдается дефицит доллара Ситуация дошла до того, что люди выстраиваются в очереди перед банками Так, например, 28 мая у филиала Казакомерцбанка в Душенбе Собралось более 40 местных жителей с целью купить американскую валюту Об этом пишет радио ЗАДИ Люди приходят в 3-4 часа ночи и занимают очередь у банка Я сегодня приехал сразу после утреннего намаза Но ухожу с пустыми руками Долларов уже нет, сказал местный житель, пытавшийся купить валюту Трудности с покупкой доллара существовали и раньше Но в последние две недели ситуация резко обострилась В банках страны можно купить не более 200 долларов в одни руки Неправильно управляли активами Неправильно выдавали кредиты без анализов В свою очередь Национальный банк Таджикистана скрывает истинную причину кризиса на валютном рынке Делая абстрактные заявления о том, что якобы повышение спроса на доллар связано с сезонным увеличением производственной и коммерческой деятельности в весеннем периоде Таджикские банки зарабатывают на денежных переводах трудовых мигрантов При осуществлении операции по выдаче получателям рублевых денежных переводов Об этом пишет Азия Плюс В связи с распоряжением Национального банка Таджикистана от февраля месяца 2016 года Все поступающие денежные переводы в рублях без открытия банковского счета Выдаются исключительно в национальной валюте Самани В результате чего банки автоматически конвертируют и выдают получателю деньги в Самани по курсу ниже курса этого же банка Так, например, в отделе денежных переводов Государственного банка Амонат Банк От 21 мая 1 рубль конвертировался в 0,145 самани То есть получателям переводов выдавали вместо 1 тысячи рублей 145 самани При этом в пункте обмена валюты этого же банка курс покупки каждого рубля составлял 0,148 самани 148 самани за 1000 рублей Таким образом, с каждой 1 тысячи российских рублей банк необоснованно удерживает по 3 самани Следует заметить, что годовой оборот денежных переводов трудовых мигрантов составляет 12 миллиардов рублей Из этой суммы минимум 36 миллионов самани, 3,6 миллиона долларов Таджикские банки зарабатывают на курсах валют от переводов мигрантов Тем самым, Национальный банк Таджикистана своим распоряжением от 2016 года превратил карманы Трудовых мигрантов в один из источников наживы таджикских банков Во Владимирской области России спецназ Федеральной службы безопасности ФСБ застрелил по предположителям данным двух выходцев из Таджикистана На сайте Национального антитеррористического комитета сообщается, что якобы погибшие таджики планировали теракты Спецоперация прошла 22 мая по стандартной схеме Ночью спецназ ворвался в дом, где проживали уроженцы Таджикистана Сразу же убил жильцов, а затем пресс-служба НАК сообщила, что эти люди готовили теракт И якобы у них дома обнаружили боеприпасы и исламские книги Остальные подробности о спецоперации не сообщаются Как рассказал журналистам сосед одного из погибших, он являлся уроженцем Таджикистана Был женат, имел троих детей Также местные жители сообщили журналистам, что погибшие вели спокойный образ жизни А российские силовики выдали их за террористов В посольстве Таджикистана в Москве подтвердили, что в последнее время в России стало больше дело терроризма и экстремизма Обвиняемыми по которым проходят таджикистанцы По мнению правозащитников, трудовые мигранты и выходцы из Центральной Азии все чаще и чаще становятся жертвами фабрикации со стороны российских спецслужб В последнее время все чаще и чаще проводятся фиктивные антитеррористические спецоперации, в ходе которых убивают ни в чем не повинных людей Вооруженных лиц, планирующие совершить... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова